Ребята, ребята, всем привет-привет. Я хочу показать, что мне сегодня ответила служба поддержки Европочты по поводу моего второго обращения. Светлана Добрый день, приносим извинения, бла-бла-бла, искренне жаль, бла-бла-бла. Информация передана руководителю, соответствующее дело. И дальше. При необходимости осторожного обращения с почтовым отправлением, оно должно быть принято оператором почтовой связи с дополнительной услугой хрупкости. Извините меня, если там в той посылке ничего особо хрупкого нету, то есть там обычные какие-то вложения, да, обычные, зачем мне переплачивать в два раза за пересылку, уже проще тогда, наверное, автолайт или какую-то другую фирму, да, кто возит за те, то есть там грубо получается почти 10 рублей. Нанять уже курьера, который за эти деньги довезет с дверей в двери за 10 рублей. То есть, грубо говоря, от нуля до двух килограмм, вот почитайте дальше, пока я говорю, кому интересно, от нуля до двух килограмм, если делать с пометкой хрупкость, там почти 8 белорусских рублей получается. Так это посылка, пересылка получается золотая. И то не факт, опять-таки, да, уже надежнее непосредственно каким-то автоперевозчикам отдельно заказать. Там цена получится рублей 10, наверное, понимаете? Я просто в шоке. Зачем? Вот я сделала как бы ответ, да, может быть, я чего-то не понимаю в этой жизни, но я написала ответ, я не знаю, конечно, дойдет ли он туда. Здравствуйте, зачем мне ставить отметку хрупкость, переплачивать в два раза, если там не хрупкое вложение? Там не стекло, ничего такого бьющегося нету. Вот дальше пишу, просто люди, которые перевозят эти посылки, халатно относятся к своей работе, ведь можно нормально и аккуратно все это складывать при желании. И вот правда, я вечером уже потом вспомнила, что я с Китая получаю посылки в прекрасном состоянии, что это, ребята, идет с Китая, что это идет там этими, я так понимаю, морскими судами там какими-то, да, где-то может быть самолетами и так далее. С Китая ко мне посылки сколько раз приходили? Вот я не помню, всегда приходили нормальные, всегда, даже вот ящик, даже что-то хрупкое относительно, приходили нормальные целые. А здесь Бреста до Бобруйска не могут довезти нормально посылку. Вот я реально, я не знаю, это вот насколько вот отношение людей к своей работе вот просто вот небрежное. Вот можно взять же просто коробку и нормально ее как-то аккуратно поставить То, что более тяжелое, расставить как-то на низ То, что более легкое, или как-то, я не знаю, должны быть какие-то правила, наверное Они мне переплачивают в два раза, помечая хрупкость Там, где совсем не хрупкие вещи Короче, я просто в шоке, я не знаю, что еще сказать